Волна распродаж на развивающихся рынках, которая поднялась вслед за обвалом лиры в Турции, сменилась движением вверх. Накануне существенно укрепился рубль почти на 2% относительно доллара и примерно на 2,5% к евро. Индекс РТС вырос на 2%. Сегодня на открытии торгов доллар и евро начали отыгрывать падение, но незначительно. Затем эстафету снова перехватил рубль. За неделю до этого он слабел. После анонсированных в США новых ограничительных мер против России. Однако, по словам экспертов, все риски уже учтены. Политическая составляющая больше веса имеет в падении рубля. Фундаментально рубль должен быть намного крепче на сегодняшний день. Но рынок предпочел перезаложить в рубль все риски потенциальные, которые могут быть. Поэтому не исключу, что если шумих с санкциями пройдет зря, либо все санкции будут мягче, чем сейчас ожидает их рынок, то в принципе мы можем увидеть какой-то откат национальной валюты. Уже второй день подряд растет турецкая лира. Накануне она укрепилась относительно своих минимумов почти на 8%. Сегодня продолжает движение вверх. И вот сейчас идет вверх примерно на 3%. Правда, еще в пятницу обвал был сразу на 18%. Ну а к концу торгов понедельника лира потеряла еще 9%. Сегодня утром вице-президент Турции Фуат Актай объявил о повышении пошлин на ряд американских товаров. А ранее Центробанк обнародовал план предоставить банкам необходимую ликвидность. Объемы поддержки финансового рынка оценивают в 10 миллиардов лиры и 6 миллиардов долларов. И еще 3 миллиарда долларов выделят из золотых резервов. Эрдогану и правительству удалось успокоить общественность. Когда ты заявляешь о том, что ты берешь под контроль банковскую и надзорную систему над финансовыми органами в стране, и фактически вручную собираешься управлять курсом валюты, естественно, это пугает инвесторов. Естественно, инвестиционный климат в подобных странах ухудшается резко причем, что мы, собственно, и наблюдаем. Тем временем финансовый шторм в Анкаре создает опасности для еврозоны, поскольку турецкие банки и компании активно кредитовались в долларах и евро, крах турецкой экономики может угрожать еще одним шоком для Европы. По данным Вашингтон-Пост, долларовые кредиты в Турции составляют сейчас около 30%, в ВВП кредиты в евровалюте до 20%. К тому же лира раскачала другие нестабильные валюты развивающихся стран. Еще в пятницу распродажи хватили практически всю Латинскую Америку. Бразильский реал, мексиканский, чилийский и колумбийский песо теряли от 1 до 5%. Центробанк Аргентины бросил на спасение песо все силы. В четвертый раз регулятор объявил о повышении процентных ставок сразу на 5% до 45%. Это самая высокая ставка в мире. По плану ее сохранят до октября. По оценкам Bloomberg, с января аргентинский песо рухнул на 38%, ну а сейчас песо по-прежнему в минусе. А вот южноафриканский рент, который еще в понедельник терял больше 10%, со вторника начал отыгрывать потери. Сегодня на торгах пытается укрепиться, время от времени уступая доллару. Что касается российской валюты, эксперты ждут укрепления рубля при отсутствии новых негативных факторов. Что касается российского рубля, то здесь история неоднозначная. С одной стороны, в принципе, рубль существенно недооценен относительно нефтяных котировок, каких-либо макроэкономических показателей. Но с другой стороны, общая конъюнктура для всей группы валюты развивающихся стран сейчас негативна. В периоды отсутствия новых негативных новостей, пара доллар-рубль может снижаться куда-то в район 64-65 рублей за доллар. Сейчас, как говорят эксперты, ближайшая цель – пройти отметку в 65 рублей и 50 копеек за доллар. После чего российская валюта, по прогнозам, сможет продолжить укрепление. Причем игроки рынка ожидают спокойно обстановку 22 августа, когда штаты обещают ввести новые санкции. Ведь, по словам многих трейдеров, рубль уже перепродан и нацелился на движение вверх.